Бизнесмен Дмитрий Демьяшкин, останки которого якобы нашли в лесополосе Емельяновского района, на самом деле жив. Красноярские следователи признали, что инсценировали смерть предпринимателя, чтобы поймать заказчика убийства. Он, по словам источника, имеющего отношение к расследованию дела, действительно нанял киллера. Напомним, на прошлой неделе новости 7 канала рассказывали о похищении и убийстве красноярского бизнесмена. Предприниматель общественной палаты Вячеслав Дюков заявил, что убийство его близкого друга и партнера по строительному бизнесу Дмитрия Демьяшкина организовал владелец сети разливного пива «Ретро» Юрий Шишков. Руководитель алкогольного холдинга на этой неделе подал в суд на Вячеслава Дюкова за публичное оскорбление чести и достоинства. Однако позже выяснилось, что обвинения в адрес бизнесмена не подтвердились. Также, напомним, следственный комитет предоставил фото и видеоматериалы дела, где якобы запечатлены кадры похищения бизнесмена, а также фото автомобиля испачканного кровью убитого. В настоящее время 64-летний подозреваемый в организации заказного убийства задержан. Им оказался крупный предприниматель. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления покушения на организацию заказного убийства. Информацией о правом мероприятии располагал лишь узкий круг оперативных сотрудников полиции и следователей Первого управления по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. В связи с тем, что подозреваемый имеет обширные связи, в том числе и в органах власти и правоохранительных органах. В конце 90-х у заказчика убили сына в совершении преступления. Обвинили Дмитрия Демьяшкина. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы, несмотря на то, что отец настаивал на максимально жестоком наказании, как для организаторов, так и исполнителей преступления. В апреле этого года Демьяшкина освободили условно-досрочно. Об этом узнал отец убитого и за 1 миллион рублей попросил знакомого найти киллеров. Тот нашел исполнителей, однако они не стали выполнять заказ и обратились в полицию. Совместно с оперативниками вышли на заказчика убийства. Сейчас подозреваемый задержан, сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства преступления. Напомним, подобный метод полицейские использовали для поимки известного криминального авторитета Паши Цветомузыки. В 90-х годах его труп якобы нашли в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. В прессе растиражировали фотографии и видео предполагаемого тела Паши Цветомузыки, прикрытого простынёй. Позже выяснилось, что ловушка предназначалась для Анатолия Быкова. Киллер Александр Василенко дал против него показания. Быкова приговорили к 6,5 годам заключения условно. Которые многие хотели бы забыть, но... Продолжение следует... Продолжение следует...